Самарские новости спорта Дистанция гонки героев – точная копия полосы препятствий для тренировок спецподразделений российской армии. Поэтому, как и положено, смельчакам приходилось проходить дымовые завесы, по ним стреляли из автоматов и пулеметов, танков и БМП. Холостыми патронами и снарядами усложнило задачу и матушка природа. Весь день шел дождь. Название говорит само за себя. Те молодые люди, которые смогут преодолеть препятствия, построенные организаторами, могут по праву себя считать героями. Не каждый человек неподготовленный может эти препятствия преодолеть. Несмотря на такую дождливую погоду, мы все-таки думаем, что гонка должна пройти успешно и действительно доставить удовольствие всем участникам и зрителям. Гонка героев с каждым новым сезоном набирает популярность. Если в прошлом году в ней участвовало семь городов, то в этом уже 14 – от Калининграда до Камчатки. На военный полигон в поселке Рощинске испытать себя приехали почти тысяча смельчаков. Когда создавали этот проект, была ассоциация с каким-то подвигом, с вершением. Ну, наверное, каждый, кто пройдет сегодняшнюю более 8-километровую дистанцию и получит жетон гонка героев, на финише же нет победителей. Там есть тот, кто дошел до финиша. Это командная борьба. Они достойны хорошего звания. Суперфинал гонки героев пройдет 10 сентября в Подмосковье на полигоне Алабина. В битве за призовой фонд сойдутся лучшие команды каждого из этапов. Впрочем, на этом испытания солдатской жизнью не закончились. На каждой гонке героев любой желающий мог записаться в профессиональную армию. В Самарском лагере работал пункт призыва по контракту. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok